Российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных населенных пунктов Луганской области оформлять российское гражданство детям, шантажируя увольнением с работы или лишением соцвыплат. О действиях оккупантов стало известно Луганской областной военной администрации. Там уточняют, что в Кремле решили спешно и принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. Для этого даже внедрен специальный порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и недостигшего возраста 14 лет гражданином страны-агрессора. Но для этого одному из родителей тоже обязательно необходимо иметь паспорт Федерации. Кремль на временно оккупированных территориях по-прежнему пользуется нарративом «Россия здесь навсегда» и рассказывает о прекрасном будущем уничтоженных Росармиях в городах. Однако при этом наблюдаются другие интересные процессы. Уже известно, что кроме военного командования России, город Кременая Луганской области уже покинули и россияне, которые приехали туда работать. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В то же время силы обороны призвали украинцев запастись терпением и ждать официального сообщения от Генштаба Вооруженных сил Украины относительно происходящего, в частности в Кременной. И о ситуации на Востоке, где в эти минуты продолжаются страшные бои, поговорим со спикером Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сейчас с нами в эфире. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, ну вот в ежедневных сводках от Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что враг пытается наступать, но опять же каждый день Генштаб публикует потери врага. И они последние пару месяцев стабильно держатся на отметке в полтысячи оккупантов в день. Вот такие потери – это последствия путинской мобилизации или тактики взять количеством? Ну, это, главное, это последствия, это то, что они прочитали в своем стратегическом замысле, когда они планировали близкрики, быструю войну, то есть и бросили все профессиональные более-менее войска на киевскую операцию, на восток Украины, и получив мощный отпор, получив поражение на нескольких направлениях, скажем бы, киевском, север нашей страны, харьковское направление, лиманское, херсонское, и у них ничего не оставалось, как объявить мобилизацию, соответственно, замещать более профессиональных контрактных военнослужащих мобилизированными, и, кроме того, еще и задействовать нестандартные, скажем таки, методы, как привлечение организованных группировок преступников, как этот ЧВК «Вагмер». И, соответственно, все эти люди, плюс было очень много выбито техники, вы помните вот эти репортажи после харьковской операции, когда просто батальоны... Да, это была шутка еще про ленд-лист от России, когда было затрофеено огромное количество танков, да? Да, да. Ну и плюс во время всех этих боев огромное количество было подбито, и она более современной техники, чем та, которая сейчас они воюют в основном. И это все привело к тому, что им приходится брать просто личным составом. И они стараются, используя местность, условия того, что сейчас погода такая, знаете, с плохой видимостью просто на том же бахмутском направлении, просто добегать до наших, ввязываться в ближние бои. Но, соответственно, это несет большие потери. Только за эти сутки 144 человека было убито на бахмутском направлении, и около 200 ранено. И при этом они стараются шквал огня и дальше артиллерийского нести. 223 обстрела было разными типами артиллерии и танков по бахмутскому направлению. Солидар, Клещевка, другие населенные пункты на бахмутском фронте, скажем так. Сергей, ну вот накануне Владимир Зеленский буквально говорил о бахмутском направлении, сказал, что это направление, где сейчас нет уже места, не политой кровью. И американский институт войны при этом пишет, что армия России там, на бахмутском направлении, уже истощена и деградирована. Вы согласны? Да, тут есть очень... Конечно, нам очень тяжело, тут не на добровады, нам очень тяжело нашим войскам. Но это только подчеркивает героизм, мужество и слаженность наших подразделений, взаимовыручку. Но у врага появился один еще интересный момент. Они уже в телеграм-каналах начинают разгонять, что мы... Что и меня в том числе цитируют, что и наш генштаб, что не мы... То есть, точнее, не у нас такие, не у них потери такие огромные, а наоборот, чуть ли не один в тридцати потери вооруженных сил Украины. Ну, это любому человеку, который рядом бегал с военными науками, понятно, что такое невозможно, в принципе, даже если камнями обороняться, потому что динамика потери в стандартном бою более-менее равных сторон, это один к трем, один к пяти. То есть, наступающий больше теряет при нападении. Но это уже яркий маркер того, что они уже... У них ничего не остается, как только то, где у них действительно еще была относительно сильная пропаганда, включать элемент пропаганды, чтобы свое общество успокаивать и объяснять, что хотя они еще не взяли Бахмут, но вот там теряют, такие потери несут. Сергей, это же один из тех, кто говорит о больших потерях вооруженных сил Украины сейчас, Рамзан Кадыров. Собственно, кадыровцы сейчас несут большие потери на некоторых направлениях. Да, но кадыровцы, они еще те воины, они в основном жандармы, они как раз на третий линии очень рвутцев. И это они там в ТикТоке очень грозные. Но когда они знают, что подходят определенные наши бригады к их тем позициям, у них очень вспоминают они школьную физическую подготовку и очень быстро бегают. То есть, это только для ТикТока. На самом деле, это вообще динамика вооруженных сил Федерации. Они очень четко знают, особенно некоторые подразделения наши, десантно-штурмовые и некоторые легендарные другие наши бригады, когда они, это у них команда на старт. Поэтому это, на самом деле, да, они начали массово говорить про наши потери. И, ну, любой, кто занимается аналитикой или просто сложением там 2,2-4, он понимает, ну ладно, даже если там какие-то потери в Бахмуте, все. Но почему вы его взять не можете более полгода? То есть, это районный центр. Это не какой-то там... 42 квадратных километра, кажется, небольшая площадь ведь Бахмута, так ведь? Да. То есть, и понятно, что это уже такая, знаете, у них какая-то сюрреалистическая пропаганда. Ну, это четкий знак, что у них как раз ничего тоже не получается. Что всегда, когда они что-то, они начинают в пропаганде нагнетать, что это Украина все преувеличивает. Сергей, ну вот мы с вами обсуждали, вы говорили, что враг сейчас действует малыми группами. На этих малых группах существуют некие трекеры. Другие оккупанты следят за этими трекерами и за передвижением этих малых групп на своих планшетах и так далее. Что вы в целом скажете сейчас о технологичности оккупационной армии? Пользуются ли они какими-то вот действительно передовыми технологиями на Востоке? Ну, это трудно назвать передовыми технологиями. Это элементарщина. Это, грубо говоря, в любом магазине радиоэлектроники можно купить более-менее адекватно. Ну, хотя ЧВК Вагнера, они все-таки более... Особенно те профессиональные ЧВК Вагнера, которые еще когда-то формировались как реально такая из спецназовцев бывших. Но на самом деле эти трекеры это просто, чтобы следить, чтобы они видели эти группы. И плюс они наблюдают с беспилотника, смотрят за этими группами, корригируют их движение. И потом уже за ними идут. Если у них удается более-менее куда-то дальше пройти к нашему переднему краю, за ними уже выдвигаются, за этими бывшими заключенными, выдвигаются более профессиональные группы Вагнера, которые еще остались с тех времен, когда оно формировалось как очень профессиональное подразделение. А каков процент этих профессионалов, если брать в процентном соотношении, то действительно? Ну, сейчас у меня такой нету полной аналитики, сложно сейчас сказать. Понятно, что он в разы меньше, и они его их берегут, и они их берегут именно для более такой работы уже или когда есть возможность. Если же на штурм идут, то они уже идут, когда перед этим поработали вот эти бывшие заключенные и измотали нашу оборону. Или, как я уже говорил, они на командных пунктах руководят этими. Сергей, а вы еще говорили накануне, что помимо ЧВК Вагнера на фронте появилась еще и ЧВК Патриот. Чем примечательна эта военная кампания? Какие ее задачи? Ну, эта ЧВК, она аффилирована с бывшим, ой, бывшим, хотя может быть, с Шойгу. Там большую роль играет главное разведывательное управление Генштаба вооруженных сил Российской Федерации. И это показатель того, что они подтягивают уже все маломальские профессиональные силы именно на Донбасс, на разные направления. Потому что ЧВК Вагнера, она больше на Бахмутском направлении, а это больше на Углидар. Ну, еще детали надо изучать, это первые результаты о том, что они появились. Но это четкий маркер, что они подтягивают все боеспособное туда. Потому что задача, как мы и у вас уже говорили в эфире, задача номер один – показать на суше хотя бы какой-то результат. Не только пробовать ракетами, а показать, что они, как вооруженные силы, способны еще на серьезные наступательные, хотя это уже не серьезные районы, но имеется в виду, что они способны что-то делать на суше в плане наступательных операций. Человек, Сергей, я еще хотел уточнить, что присутствие двух ЧВК, ведь это еще и момент конкуренции. Это патриот, новая ЧВК, которая больше контролируется Шойгу, министром обороны России пока еще. Вторая – Пригожин. Мы знаем, что между Пригожином и Шойгу, мягко говоря, нехорошие отношения. То есть сейчас возникает конкуренция, которая говорит о разрозненности в рядах якобы целой российской армии. Ведь это тоже нам на руку. Каждый хочет показать, где-то выслушаться и показать, вот я смотри, что могу, я могу, а между собой они не едины, они не сплоченные. Абсолютно. Российские, ну, военная группировка, она очень сегментирована. Тот же ЧВК Вагнера мы понимаем, что это вообще в современном мире непонятно что. Организованная группировка преступников просто, по сути, которая действует даже вопреки законам своего же государства. И да, до войны, кстати, вот эти обе ЧВК, они были конкурирующими, потому что эти группировки Пригожина и Шойгу, они конкурирующие. А во время войны это обострилось, потому что Пригожин очень хочет показать свою субъектность, такую военно-политическую или, скажем, политически-силовую. Он хочет показать, что он очень успешен, что он лучше даже, чем вооруженные силы. Ну, и по многим данным, что Пригожин ориентируется больше на Суровикина, а Герасима и Шойгу как отдельная группировка. Поэтому, как поведут себя дальше эти ЧВК? Пока они просто на разных участках фронта. И я так понимаю, это более вынужденный шаг в том плане, что надо все более-менее боеготовое бросать туда, чтобы достичь какого-то... Да-да, но это боеготовое, там серьезная конкуренция. Я читал аналитику, они сейчас дерутся за снабжение. Кому больше снарядов достанется, и там серьезная конкуренция. Что ж, идти голыми руками? Да, в будущем вполне возможно, что это будет... Это приведет к каким-то трениям между ними, потому что любви между ними нет, это точно. Да. Нам на руку. Сергей, ну и по данным Луганской областной военной администрации, на фоне значительных потерь захватчиков на Луганщине, в частности, возросло количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций. Вот буквально вчера или позавчера стало известно, что восьмерых мобилизованных задержали в Подмосковье, и туда они приехали с фронта еще и с оружием. Что вы думаете о такой тенденции? Ну там Луганщина, там это уже не одинокие случаи. Если возможно вы помните, там даже именно на Луганщине, когда мобилизованных массово туда начали бросать, там начались бегства, отход с позиций, потому что люди были абсолютно неподготовлены. Даже их родители и родственники туда приезжали к командирам разбираться. Это была большая проблема под Сватова, да, для них всех? Да, да, да. Их там бросали на подвалы, ловили, где-то перегруппировали потом. И, соответственно, чем больше приходят людей, ни морально не готовых вести боевые действия, не обученных, соответственно, ну и у них нет установки, нет мотивации. Если мы защищаем свою родину, у нас это понятно, какая у них мотивация, сложно определить. И когда они встречают очень жесткий, профессиональный такой отпор, ну потому что против них действуют очень профессиональные вооруженные силы, которые прошли тем более горнило такое огневое боевых действий, многие еще с 2014 года, понятно, что для них это, многих это шок и, соответственно, нежелание полноценно воевать. Сергей, а вот если говорить еще о подготовке мобилизованных, Путин все сейчас рассказывает, что большое количество остается на полигонах, сейчас они проходят эту подготовку, часть уже отправлена. Но вот скажите, те, которые сейчас еще якобы подготавливаются, ожидаете ли вы, что их подготовка будет достаточной для боев, которые проходят сейчас на Донбассе? Ну, она, наверное, будет чуть лучше, чем те, которые приходили там в начале осени, потому что их совсем бросали без подготовки фактически. Они, я думаю, элементы какого-то владения стрелковым оружием или там какими-то другими видами, на которых их военная специальность позволяет, будут иметь. Наверное, какое-то минимальное слаживание в своих подразделениях, там, отделении, взвод. Они пройдут, но сказать, что это те вооруженные силы, которые там могут существенно повлиять на исход, гораздо больше на этот исход боевых действий повлияет то, насколько быстро нам западные наши партнеры дадут новые вооружения, чтобы могли действовать дальше. Потому что просто сейчас с количеством России она просто оттягивает этот период. Она не способна глобально провести большую стратегическую наступательную операцию, но в то же время она бросает и бросает свежие силы. Видите, сегодня 790 людей потери за сутки. То есть, чтобы просто не отступить и не показать какую-то, как они считают, слабость. Но если бы у нас были возможности сейчас усилиться еще, я думаю, что над этим сейчас идет постоянно работа военно-политического руководства страны. Я думаю, что скорее это сделает перелом в этой войне, чем появление новых и новых мобилизированных со стороны России. И тем не менее, вооруженные силы Украины показывают невероятные результаты, в том числе и вот такое количество потерь российской армии об этом говорит. Давайте с вами поговорим еще о пленных. Понятно, что они тоже есть сейчас на линии фронта. Путин на этой неделе распинался и говорил, что 99,9% россиян готовы на все ради Ронины. Вот Сергей, что при этом говорят те, кому повезло выжить и попасть в украинский плен? Они, интересно, согласны с выражениями своего царя? Ну, конечно, что они не есть ретрансляторами российской пропаганды. Все говорят, как правило, что не знали, куда едут, что там заставили и все такое. Но этому тоже верить. На самом деле, население их не... На 10-м месяце полномасштабного вторжения рассказывать, что они не знали, куда едут, да, это, конечно, аргумент. То есть, ну, сейчас, может, даже то, что заставили больше. Ну, тут специфика работы с пленами, это наших специальных служб. То есть, там это надо у них детали расспрашивать, главное правление разведки. Но, конечно, что никто из пленных не скажет, что он приехал, да, я, может, кроме единиц каких-то там бесстрашных, что я приехал, да, вас тут убивать, я фанатич... Тем более, там их таких и нету. Они же любили все воевать на диване. Да, когда уже призвали, да, они, наверное, нас не любят в силу того, что и пропаганда, и там какие-то ментальные вещи. Но идти в бой далеко многие не рвались. Да. Сергей, ну, сегодня Украина подверглась очередному массированному обстрелу. Это третий за декабрь. Первый был пятого, потом шестнадцатого, теперь двадцать девятого декабря. Очень хорошо сегодня сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, что двадцать девятого декабря 1940 года массированной бомбардировке поддался еще и Лондон во время Второй мировой войны. Фашисты есть фашистами. Мы понимаем, что атакуют нас сейчас как ракетами, так и иранскими дронами. Накануне это были обстрелы во многих регионах Украины. Кирилл Буданов, глава украинской разведки, говорил, что Иран передаст России очередную новую партию из 1700 этих дронов. И тот же глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что дроны начали использовать на востоке Украины оккупанты. Расскажите, пожалуйста, в каких целях их используют там, на Донбассе? Ну, я бы не сказал о каком-то массовом применении их здесь. Они применяются в основном против городов и против инфраструктуры. Но такого типа беспилотные аппараты, они применяются для уничтожения каких-то объектов инфраструктуры, каких-то крупной боевой техники. И, конечно, это тоже не неприятная вещь, но, в принципе, как вы увидели по динамике, насколько быстро умеют украинские вооруженные силы учиться. Они уже, вот эти наши мобильные ПВО-группы, они их отслеживают, сбивают. И большинство их уже не долетает до своих целей. Со временем, я думаю, этот процент будет еще увеличиваться. И тут, опять же, главное, я говорю, если мы будем получать более качественные западные такие образцы, мы сможем получить перевес и, наоборот, врагу нанесить больше удар такого типа оружия. Сергей, спасибо вам большое за оперативную информацию о том, что сейчас происходит на востоке нашей страны. Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, был с нами в эфире «Фридома». До свидания, Сергей. Спасибо. Спасибо.